Все, кто попробует приготовить перчик по рецепту, который я показываю, всегда будут готовить вот такое огромное количество острого маринованного перчика. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю блюдо. Оно понравится тем, кто обожает острый перчик. Я взял перчики, отрезал у них хвостики и аккуратненько их наполнил ими баночку. А вот здесь у меня мой настоящий винный уксус из белого винограда. Он еще молодой, но уже кислый. Если у вас есть обычный магазинный покупной винный уксус, его нужно разбавить в пропорции один к одному. На одну часть уксуса, одну часть водички, для того, чтобы по вкусу оно было очень такое насыщенное, но не слишком резкое. И добавить сюда сахарка и сольки. Сольки чуть-чуть, так, чтобы, ну, как мы обычно солим бульончик. Вот так. А сахара столовую ложку или две, чтобы была сладенькая, но не слишком приторная. Попробуем. Перчик без хвостиков, я его аккуратненько складываю в баночку, плотненько, чтобы его побольше поместилось. Разноцветный, будет очень красивая баночка. Я сейчас беру крышечки, закрываю ими баночки и оставляю мариноваться перчик в теплом месте. Он в уксусе, будет стоять всю зиму при обычной комнатной температуре. Ему не нужно храниться ни в погребе, ни в холодильнике. С ним абсолютно ничего не станется. Но он такой вкусный, что когда вы открываете эту баночку, наливаете хорошую чарочку зернового самогона, то так быстро заканчивается. Кстати бы, если вы хотите узнать, какой вкусный зерновой самогон и как его быстро и легко приготовить, ссылочка для этого вот здесь сверху. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, пишите комментарии, что готовите из острого перчика вы. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. О, уже перчик пошел, класс! Так вот, колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Уже сейчас можно закусывать. Класс, вот это закуска!